Мне надо как-то не заблудиться и отсюда выйти. Насчет этого места я бы еще подумала. Столик я бы поставила вот прямо здесь. Все продукты и иду дальше. Орина, нарисована курочка. Ребята, у нас произошла неприятность. На перекос у нас сегодня мясо. Мы проснулись в 9.50 от взрыва. Всех выгнали из воды. Здесь же баллоны стоят газовые. Сирена. Отойди, отойди, отойди. 5 сантиметров. Забыла и ушла. Стою там в колбасном отделе, слышу девушку. Мы купили коробку пиццы за 20 шекелей. Добавили туда полностью все ингредиенты. Сейчас вот сразу же полетели реактивные самолеты, истребители. Ну не понимают эти дети, что нужно сидеть спокойно в театре. Это театр, это бомбоубежище. Значит, вот этот мальчик из Америки, с трудом говорящий на иврите. Вот я хочу. Видите, спиринка ролла и колла. К ним еще вот. Привет, дорогие зрители. Недавно мы переехали из холодной страны в жаркую. И живем на Средиземном море, откуда и ведем свои влоги. А вы на канале Маша Прэмли, шортс-влог. Так, я первый раз на этой улице. Иду в магазин. Не знаю, куда я забрела. Мне надо как-то не заблудиться и отсюда выйти. По-моему, это опасный район. Надеюсь, что сейчас здесь не будет неприятных компаний, так как еще не вечер. Попробую спуститься здесь по лестнице, посмотрю, куда я дальше попаду. Какой-то двор, как в Санкт-Петербурге. Розовый балкон. Круглый старый немецкий дом. Сюда я бы точно не зашла. А еще от этого места я бы еще подумала. И я выхожу на улицу, где самая популярная фалафельная в городе. Ребят, я вот сейчас иду в магазин. И по дороге хотела вам сказать, что мне кажется, что чтобы нормально жить в Израиле, ну, ходить в магазин, покупать все в магазине, что тебе хочется, то нужно 6 тысяч шейкелей. Вместе. Это не означает каждый день питаться красной икрой и красной рыбой. Это означает в разумных пределах. Допустим, ты можешь купить там одну упаковку красной рыбы в неделю, которая стоит в районе 100 шейкелей. Один килограмм мяса, говядина хорошей, в неделю тоже в районе 100 шейкелей. И остальное там может где-то чуть-чуть подешевле, курица или что-то еще. Я имею в виду семью из трех человек. И при таком раскладе, например, если не каждую неделю покупать, ну, что-то дорогое из мяса или рыбы, то можно на сэкономленные, как бы, с этого деньги сходить, например, один раз в Макдональдс неделю. Здесь такая приятная площадочка. Я не понимаю, почему здесь до сих пор не сделали кафешку. Нашу бы уже наверняка бы что-нибудь придумали. Вот она, посмотрите, с видом на море. И ветерок здесь дует со всех сторон. Так здорово! Столик я бы поставила вот прямо здесь. Ну, а я уже купила все продукты и иду дальше. О, ребята, кажется, новое кафе открылось здесь на... Как это улица называется? Ну, в общем, вот это Ханавиим, а вот это вот ей перпендикулярное. Пойду гляну. Слушайте, может, оно здесь сто лет как было? Я просто не обращала внимания. Апетитно нарисована курочка. Такая лесенка. Может, это какая-нибудь take away? Прочитать бы, что там написано. Это не подурашка, во-первых, вот выглядит все. Так, меняем нашей собачке подстилку. Потому что она еще не до конца ходит на улицу. К сожалению, собачку, ребят, я вам не могу пока показывать. Нам не разрешают. Вот. Ну, наверное, не хотят, чтобы сглазили. Я не знаю, почему. Ну, в общем, короче, у нас страшный туман. Часть домов видна. Вот. А дальше вот так вот резко, ну, на том берегу. Видите, все прекращено. К показу. И начинается просто сплошная линия облаков. Короче, ребята, у нас произошла неприятность. Не надо, не надо у нас. Ну, а что, нормально? Не надо. На перекус у нас сегодня мясо и салат. Проверка. Выключили конденсионер. Ну, ладно, ягоды бог с ним, ничего с ним не будет. Да ладно, уж подумаешь, что с ним не будет-то за час. Ничего не будет. Так, ну, ладно, я выхожу. Вы знаете, ребята, у нас что сегодня было? Ну, кто не в хайфе живет? Мы сегодня проснулись от взрыва. Представляете? Да, Никон? Никон проснулся в 6 утра от взрыва. А мы проснулись в 9.50 от взрыва. В общем, в 9.50 смотрим сирены. Значит, оказалось, короче, что в хайфе сирены. Представляете? Настоящие. Никакие не шуточки. Там народ пишет в форумах, что с Бадгалимовского пляжа всех выгнали из воды. И, в общем, после того, как прозвучали сирены, вся нижняя хайфа была в сиренах. А, значит, взрыв был через 5 минут после того, как сирены. Но сказали, что якобы наша же система сбила наши же дроны. Случайно. Такое у нас тут красивое дерево во дворе. Смотрите. Я, кстати, не знаю, где у нас машина. Илья нам сказал, газирана, но я не помню. Мы хотим, ребят, куда-нибудь съездить. У нас будут длинные выходные. Надо будет нам помыть потом стекла все-таки. Хотя бы стекла, как минимум. И тогда мы уже сможем нормально снимать. А сейчас мы всего лишь в магазинах на пляж. Поэтому я думаю, что машина грязная. Скорее всего, стекла будут грязные. Все будет, как всегда. У наших соседей тоже образцово-показательный двор. Так, у нас тут какая-то авария. Видимо, вытекает вода из бутылок. Кто-то там пытается разобраться, откуда течет. Кстати, вот наш двор. Он, наконец-то, без забора. Раньше вроде здесь собака бывает. Теперь сюда можно пройти. Вот так вот. Надеюсь, оттуда никто не выскочит сейчас. Если я туда зайду, покажу вам. Вот так вот. Но это уже самодельные, конечно, заборчики. На самом деле, их не должно быть. Поэтому и забор отсюда убрали. Такой, за которым собака жила. А вот здесь вот он у нас стоял. У нас, видите, еще в плане взрывов. Вот здесь же баллоны стоят газовые. То есть, все они как раз на форуме обсуждали. То есть, если долбанет, не дай бог, то их, в общем, кто-то в Ливанскую еще. Это скорая едет. Не обращайте внимания. Это не сирена. То их закрывали мешками с песком. Но нам сказали, что... Дедушка нам сказал, что они этого не делали. Поэтому сейчас, наверное, тоже никто этого не будет делать. Ну, в общем, надеемся на ось. Еще и сверху кипяток есть на крышах. Ну, в плане резервуары с водой. Горячие бойлеры стоят на крышах. То есть, тоже это не очень приятно. Вот как мы будем выезжать? Я не знаю. Вот так вот мы припарковались. А улица там? А, смотри, шестеренько, кошмар. А что там? А, на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-какали. Извините. Кошмар. А сзади вот, смотрите. Вот это все. Вот так вот. так ну что выезжаем никон зачем ты какашки фотографируешь а что это отойди отойдет одинить отойди ногами открой открой окно очень мало места сзади просто вообще 5 сантиметров чтобы случайно не двинуться даже его сохрани на кошелек вы положи пожалуйста этот чек можно потратить на продукты в магазине подожди папа должен еще номер вести несовершеннолетним сейчас он скажет на спирных нет вода был бы умный точно реально заподозрил бы да что несовершеннолетний сдает пивные бутылки они дороже стоит видите здесь еще написано что автомат не принимает где написано 120 пивные на все вот на последней бутылке автомат сломался нам он ее успел посчитать в общем мы получили сколько 21 да в итоге общество 21-60 круто давайте возьмем туалетную бумагу сразу же только давайте не эту белую белую не чисто белая а мне не нравится тут туалетная бумага на 39 шекелей стоит это очень дорого за 29 можно купить в другом месте не хочу такой брать прикол хотите сейчас беру значит тут творог сыр прошлый раз взяла банку целую такую вот она мне нажила и я представляете пока брала вот здесь вот сыр про эту банку забыла и ушла стою там колбасном отделе слышу девушка девушка дома кому это кричат и ушла вспомнила только в машине ну представляете все уже короче крыша едет я поэтому здесь уже стою чтобы ничего не забыть а то это вообще будет если второй раз в общем нужно больше спать мальчики едут возьмите мальчики у меня а яйца вода кстати я хотела чтобы взяли вы молодцы мы купили коробку пиццы за 20 шекелей добавили туда полностью все ингредиенты включая ветчину грибы лук сыра побольше поставили это все в духовку и теперь у нас получилась вкуснейшая пицца вот чё это за круг интересный синий такой ну еще один ничего себе это это из-под этой бутылки вот ничего себе там и пьем такой вот крашеный вот такие удобные бутылки они типа продают там на целый день воды и хватит прям по нормам все там в каком часу сколько надо какому часу сколько надо выпить и вот оказывается она крашеная пьем крашеную воду ну вот я не знаю машина конечно только снаружи крашена внутри все нормально ну ребят слышите грохот да сейчас у нас была сирена в кириат яме это вот там где мы жили как раз и то есть как бы она была рядом не в кириат яме а рядом прям вот кириат бьялик это практически кириат ям а вот а мы в кайфе и в общем сейчас вот сразу полетели реактивные самолеты истребители но их не видно в небе вот я в небо показываю их там нет но очень громко очень так бабахнуло два раза вообще страшно наверное лучше спать лечь в одежде на всякий случай привет привет ну как дела театр ходили до это сходили в театр но но он обычно так это нормально для детей обычно так бывает рыхло было невозможно смотреть потому что ну не понимают эти дети что нужно сидеть спокойно не объяснили что за это яйяй будет детстве поэтому там шум и гам ужас кошмар то есть не замолкали кошмар а дети маленькие или все все из моей параллели еще из ниже и выше параллели понятно то есть взрослые дети обычные да подросток кошмар вас кормили нужно молочный а и поэтому молочное надо ели молочный почему а что за праздник вообще понятно все это все что-то не узнаешь что честно говоря да вкусно сыр был булочки с сыром булочки с сыром и томатами с сыром и дворовом это кто-то купил все да кто-то покупал там все по очереди они все покупали и вот так еще дорогой момент весь этот театр это бомбоубежище да то есть если сирены никуда выходить не надо было ну так понятное дело так а торговые центры вот наши вот эти вот израильские это же тоже по сути бомбоубежище нет там есть отдельное бомбоубежище в них наверное вот в центре торгового центра это как бомбоубежище потому что там нету окон там есть специальные места куда надо уходить а почему там же нету стекол как вот в центре нет бомбоубежище оно должно еще защищать от там всего а эти защищают только от чего от осколков на осколках любое здание защитить ну да нет нет я уже я раньше на автобус ехал все было супер в театре вот был спектакль про мальчика который приехал из америки сюда к бабушке и за день до этого бабушки разбили стекла какие-то кто-то детям и чем случайно и она сказала что она не расскажет их родителям если они подружатся с ним и значит вот этот мальчик из америки с трудом говорящий на иврите узнает этих ребят вот там одна девочка русской говорила она говорила по-русски на русском прямо часть сказала репли вот а потом ну и как бы потом с акцентом с акцентом без акцента просто говорили русскоговорящие она потом сказала а вот и потом он узнаешь значит все они с ним дружат значит из-за бабушки очень расстраивается идет к бабушке бабушки становится плохо с ним все ее везут в больницу значит из больницы все хорошо ее лечат она выходит из больницы вот он понимает что есть комната в которую его не пускают одна и там все закрыто и он не понимает что там когда он открывает эту комнату он узнает что у его бабушки был второй сын который погиб на войне и там лежат его вещи там его комната и она вот так с тех пор и осталась и там лежит его одежда все вот осталось как утром-то и он сходит и он не понимает и он очень сильно в шок повержен потому что он теперь не понимает как можно дверять ведь ему уже там типа 17 или плач ну в общем он подросток короче и ему получается всю жизнь не говорили об этом что у него как бы дядя был да что у него был дядя вообще ни кто об этом не рассказывал вот ну вот так ну дальше там все как бы заканчивается на том что все хорошо но но там еще какое-то продолжение есть но суть сюжета в этом раз налажали со светом прям заметно то есть когда надо было выключать потому что ставят декорации никто не выключил ничего они налажали с он сел не на тот стул это прям было видно как у него лицо это прям было заметно что это не то произошло что должно было произойти а в этот момент он садился на стул и там три рядом он сел видимо не на тот и это всех сбило потому что там завязана на этой части тоже была история но и да вот эти движущиеся декорации которые там были там была одна большая декорация такая стена как бы которая была на петлях и она двигалась и можно было складывать в комнату в стену там можно было двери ну то есть такая простая подвижная декорация если в том что она тоже все время когда они двигали это было видно а ником уже домой приехал или вот сейчас подъезжает к дому из школы сегодня пятница короткий день короче в фоксе не было ничего интересного никаких скидок иду в h&m смотрю чё тут есть но в h&m все как всегда вот это вот полочка любимая до указ помните такую ну и цены здесь тоже все как всегда смотрите три пары трусов 80 шекелей вот таких вот шортами смотрите какая симпат ненькая 60 шекелей мне нравится ну на нашем одаре конечно таких цен нет но там и не h&m там максимум ну 30-40 даже за 50 там можно купить три футболки например или кофточки стольничек как знаете вот он такая как синтетическая махра полотенце но только синтетическое кстати симпатичное мне нравится тоже тортики вот такие вот сейчас здесь жара уже 30 градусов а все поэтому это самое то вот это вот какой размер например медиум вот такие не будут знаете труселями ну какая еще красивая до 129 вот такая без рукавов она и сзади у нее еще молния представляете вообще элька но я без рукавов не ношу ну красивая похоже тут тоже больше ничего делать никаких целых нет ничего нет схожу еще мужской отдел посмотри что там есть ну как-то вообще совсем нету сейлов может они в июле начнутся Обычно так в июле вроде распродажа. А сейчас еще только начало июня. А, думаю, что-то он как-то не так выглядит. А потом вспомнила, ребят. Я же в нем была вообще в Кирьят-Моцкине. А это у нас хайфа. Вот что значит переехать. Смотрите, какая футболка. Тоже красивая такая мужская. Но синтетика полностью. Кто красивая. Так, все, я отсюда выхожу. Пойду посмотрю, что в плане еды здесь. Может быть, куплю что-то домой покушать. Ну, такое оригинальное, чего нельзя купить в магазине. Не Макдональдс, конечно, нет. Но что-нибудь вкусненькое. Вот сюда вот я хочу. Видите, здесь можно взять специальную тарелку. У нее положат два вида гарнира и два вида мяса. Ну и напиток за отдельную плату. Но тут даже некуда сесть. Посмотрите, вообще все занято. Ужас какой-то. Я вот взяла себе два спиринка ролла и колла. К ним еще вот два таких соуса. От этих булочек прямо с жаром палит. Представляете? Еще пиццу привезли. Вообще супер. Мне вот это вот нравится. Которая нижняя. Да и верхняя тоже симпатичная. Подарочный такой магазин. Вот мы не купили упаковочную бумагу. Вот они, наверное, могут продаваться здесь.